Привет-привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны некие обычные келени. И мы сейчас в путешествии, вернее, мы путешествие завершаем. Сейчас я на секунду покажу просто, что мы видим. Мы были в очень большом путешествии, сейчас уже возвращаемся обратно. До дома нам, правда, еще далеконько, нам осталось где-то 350 километров. Но с другой стороны, с тем километражом, который мы уже прошли, это, в общем-то, самые-самые копеечки. То есть совсем-совсем чуть-чуть. Нынче я путешествую не одна, а нас четыре дамы, девчонки, помахайте. Я уж ладно, не буду махать. О, там видите все девочки у нас сидят, молодцы дайчики. Вот. Я сейчас скажу вкратце, где мы были. Вообще у нас такое было суперкрутое путешествие на полстраны, я бы сказала. То есть мы были в Калмыкии, мы были в Дагестане, мы были в Чечне. Мы проехали по Самарской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской. Вроде бы все назвала области. А, еще по Татарстану. Ну, в общем, если я что забыла, девчонки сейчас добавят. И просто буквально несколько слов впечатления. То есть какие остались впечатления о путешествии, вернее, что больше всего запомнилось, что понравилось. Может быть, и что не понравилось. Так что, девчоночки, Олечка, держи. Давай. Да, ничего сказать. Конечно, спасибо, Леня, за такое путешествие, что мы посмотрели столько много красоты, природы. Добрый вечер. Путешествие, ну, конечно, мы очень сомневались. Нет, сюда. Да-да-да, сомневались, ехать, не ехать. Но только сели, когда с Леной. Нам сразу, когда она огласила весь маршрут, конечно, нам сразу очень понравилось. Очень легко ехать, очень легко. Ничего не болит, ни спина, ни ноги, потому что мы постоянно едем, то песни поем, то Лена нам что-нибудь рассказывает про каждую страну. Ну, впечатлений просто море. Путешествуйте. Но прежде чем путешествовать, обратитесь к Лене, которая составит вам маршрут, если вы сами не можете. Потому что без этого в дороге никуда. Спасибо, Леночка, большое. А что мне больше все... Да я не знаю, мне все запомнилось. У меня... Ну, я не знаю. Все-все-все-все-все-все-все-все. Даже, вот, я не знаю. Только запомнилось самое страшное, это когда в Волгограде нас жрали эти мошкара. Вот это запомнилось. А остальное просто, ну, просто супер-супер-супер. Все очень красиво. Вот куда бы мы ни приехали, сначала так думаю, а-а-а, а потом вау-вау-вау-вау-вау. Все так красиво. И действительно, в дороге вообще не устается. Вот. Так что, Леночка, спасибо, спасибо, спасибо большое. Вам спасибо, что поехали. Каждый день новое. Привет-привет. Я тоже хочу сказать только хорошее об этом путешествии. И благодарны Лене, и благодарны своим, как это, сопутчикам, попутчикам. Потому что путешествие у нас было замечательное, веселое, дружное. Столько всего посмотрели. Просто неожиданно даже оказались наши города, о которых мы даже не подозревали, что у нас оказываются такие замечательные, красивые города. Столько много в нашей стране интересных мест. Все по-за границам и по-за границам, а касса под носом. Столько всего интересного и замечательного. Поэтому спасибо за путешествие и спасибо всем. И рекомендую очень. Такие путешествия. Мы ехали четыре дамы, и мы не подрались. И не поссорились, представляете? И не поссорились. Да-да-да. Вообще все было замечательно. И, ой, ну, конечно, поразили горы, поразили города. Ну, природа, абсолютно все. Люди, еще люди. Везде нас встречали так доброжелательно, так сердечно. Нас так пугали, куда вы поехали. Да, мы Чечня, Дагестан. Я сама, честно говоря, как-то так не уверена была в проводе своих действий. Но все было замечательно. И самое главное, вот люди очень хорошо к нам относились. И совершенно не о чем-то о плохом вспомнить. Все было отлично. Леночка, спасибо. Девчоночки, спасибо. Давайте я тоже скажу эту такую речь. Прямо, ну, действительно, вы хорошо сказали, что нас было четыре дамы, и мы не поругались. Да, и мы вообще как-то очень мирно. Мы даже ни о чем не спорили. Прямо вот настолько сходились во всех вопросах. А это ведь не всегда получается. И не со всеми. То есть это вот, видимо, настолько схожие, что ли, характеры. Еще я это хотела немножко сказать. Вот эта Олечка сидит рядом со мной, да? Эта Олечка, да, она помахала. Она такая умница. Она у нас миротворец. Даже если мы начинали там в полушутку спорить, Оля всегда там находила какие-то слова, чтобы раз-раз-раз всех успокоить, умиротворить. Мы тут же приходили в себя и как бы это. И все успокаивались. Сзади у нас две Татьяны. Они еще и так интересны. Обе Анатольевны. Татьяна Анатольевна. Их различать. И чтобы, да, вот две такие Танечки у нас, чтобы мы различать, мы назвали Татьяна Первая, Татьяна Вторая. Вот, Татьяна Первая, хочу, вот, Татьяна Первая в голубеньком сидит. Татьяна, помахайте ручкой. Вот, Татьяна Первая. У нее всегда найдется какая-нибудь история на рассказ. То есть, если длинная дорога, если там что-то поднадоело, там скучно ехать. И Татьяна обязательно что-нибудь вспомнит и расскажет. И это будет интересно. А Татьяна Вторая, да-да-да-да-да, Татьяна Вторая, помахайте. Вот это Татьяна Вторая. Опять я прямо восхищаюсь, насколько человек как бы без претензий относится к миру. То есть, ну, как бы некоторые вещи бывают неизменительные. Я вот, бывает, дуюсь, обижаюсь, расстраиваюсь. А Татьяна Вторая вот прямо очень спокойная. Ну, раз так, значит так. Я вот прямо всю поездку наблюдала и думаю, я буду учиться так же воспринимать. Ну, чего, девчоночки? Спасибо вам большое, что вы были со мной в этом путешествии. Это было классно. Мне тоже все очень понравилось. В общем, мы такие молодцы. Мы так далеко съездили, мы не поссорились, мы нигде там не застряли, ни в сне, ничего такое. Все у нас было великолепно, замечательно. И всем спасибо, кто нас посмотрел. Ну, все, давайте. Пока-пока всем, девочки. Да, пока-пока.